Здравствуйте! В прямом эфире программа «Вести Рязань» в студии Юлия Датцы. В начале выпуска некоторые темы, о чем сегодня расскажем. До 1 февраля 11-классники должны определиться, какие госэкзамены они будут сдавать в конце учебного года. Много ли тех, кто уже сделал свой выбор? Журналисты отмечают сегодня профессиональный праздник в России – День печати. И невидимое солнце показал рязанцам молодой живописец Федор Савельев. Какие работы вошли в новую экспозицию? С 1 января вступили в силу изменения в федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля. Теперь Роспотребнадзор может провести внеплановую проверку, только если человек, подавший жалобы в ведомство, уже обращался к предпринимателю и его требования не были удовлетворены. Однако это не распространяется на случаи, когда граждане жалуются на нарушение требований санитарного законодательства. Сегодня день российской печати. Профессиональный праздник полиграфистов, издателей, журналистов, всех тех, чья работа – не терять внимания, быть осведомленными и беспристрастными. 314 лет назад по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». А сегодня только в рязанской типографии печатается более 50 различных газет ежедневно. В последние годы им приходится конкурировать с электронными СМИ. Тему продолжит Дмитрий Милешкин. Кажется, стук клавиш со многих редакций сливается здесь в сплошной лязг и грохот огромных печатных машин. Не зная уст или сутки напролет, механизмы воплощают перепаханное журналистами и редакторами информационное поле региона. Печать начинается с чистого листа, а вернее рулона бумаги. Конкретно в этой офсетной машине она проходит десятки валиков, обрабатывается водой и чернилами, наполняется смыслом и превращается в газету. Затем она складывается, обрезается, сфальцовывается, чтобы в итоге стать полноценным печатным изданием. Глядя на этот процесс, понимаешь, каковы реальные информационные аппетиты современного общества. Выдавая десятки тысяч экземпляров в час, печатные машины поглощают литры краски и сотни килограммов бумаги. Здесь вес до 418 килограмм. Хватает где-то на час работы. Работают печатники в три смены, производя газеты, журналы для Рязани, районов области и других городов тиражами до 100 тысяч экземпляров. Мы печатаем порядка пяти номинований газет в неделю и больше десяти номинований книг в месяц. Так что печать, наверное, полиграфическая промышленность пока развивается. Идем, мы работаем с прибылью. Наверное, еще интернет займет эту нишу не скоро. Тем не менее, интернет издания все настойчивее теснят бумажные. Если для людей преклонного возраста или жителей отдаленных уголков страны газеты востребованный вестник, то для многих горожан основной источник информации – это интернет. Цифровое пространство всегда под рукой и несравнимо превосходит бумагу по скорости. Сайт, где работает Наталья Смоленинова, например, публикует около 60 новостей в сутки. Всю нашу информацию мы проверяем, и только после этого она ставится на сайт. Мешает ли это оперативности? Если да, то ненамного, но нам очень важно, чтобы эта информация была проверенная. Оперативность подачи информации, растущая компьютерная грамотность общества, а вместе с ней и аудитория интернет-СМИ уже не позволяет газетам и телевидению смотреть свысока, как минимум на равных. Поэтому обзавестись своей цифровой площадкой стремятся многие. Обновленный сайт нашей телерадиокомпании – gtrk.ru – существует уже более года. Благодаря этому взглянуть на события региона глазами наших журналистов смогли сотни тысяч пользователей из России и других стран. Дмитрий Милешкин, Валерий Чикин, Вести, Рязань. Следственный комитет России готовится отметить шестую годовщину со дня основания в качестве самостоятельного и независимого ведомства. СКР работает с 15 января 2011 года. Напомню, следственный комитет подчиняется исключительно главе государства. За шесть лет СКР показал способность эффективно решать стоящие перед ними задачи. Комитет раскрывает самые сложные, тяжкие и особо тяжкие преступления. Наиболее отличившимся сотрудникам рязанских подразделений СКР сегодня вручили знаки отличия. Работать стало где-то проще. Во-первых, потому что уже время с момента создания Следственного комитета прошло значительно. Налажено и взаимодействие, и налажены определенные, скажем так, технические моменты, криминалистическое сопровождение. Поэтому в этом плане работать стало легче. Полиция и волонтеры вторую неделю ищут подростка. 15-летний Игорь Агафонов ушел из дома сразу после новогодних праздников 2 января. Несколькими днями позже он вышел на связь. Что могло произойти потом, пытаются понять родители, школьные учителя и товарищи. Материал у Анастасии Захаровой. Девятиклассники, смущаясь, смотрят в стол. В кабинете неловкая тишина. Пустая парта с краю. Отметка не был в журнале. Их одноклассник Агафонов Игорь ушел из дома. И сейчас его местонахождение неизвестно. Семья благополучная. Конфликтов в школе у мальчика не было. Хотя ни с кем он тесно не общался, но зато стремился участвовать в волонтерском движении. Впрочем, Игоря держали на примете в комиссии по делам несовершеннолетних. Но это дело давнее. И более того, преподаватели ратовали за то, чтобы снять подростка с учета. В конце второй четверти я проводила с ним беседу по поводу того, что если он третью четверть закончит хорошо и будет все нормально с поведением, мы будем ходатайствовать о снятии снутришкольного учета и с учета в комиссии по делам несовершеннолетних. Мы с ним поговорили дружелюбно, расстались на положительной ноте. Он сказал, да, я буду стараться учиться хорошо. Он действительно старался, говорят родители. Им невдомек, что произошло. В сынах участвовал в спортивных соревнованиях. Школу не пропускал. Пару раз бывало, что пропадал на сутки. Ночевал у друзей, но всегда возвращался. Алексей пытается открыть фотографию. Руки дрожат. Вот он, Игорь. 2 января отец отпустил его погулять. Одет так, да, только кроссовки были. Это одет с синий, с красными полосками. Через два дня потом она видала, у ребят в машине сидел. Думал, может, все у меня послушается. Может, не знаю, что там наговорили ребята, может, куда хотели ехать, но он не собирался домой. Говорит, я не хотел приходить домой, я хотел маму прийти 5-го числа. Повела его домой, и он убежал от нее. Где-то в этих гаражах собирается молодежь. Именно здесь последний раз видели Игоря и его приятели. Это было в первом часу ночи, уже 5 января. Он одолжил телефон, отправил сообщение со своей страницы ВКонтакте и ушел. Последнее, что он говорил, что он пойдет к бабушке переночевать. А сам, получается, что он к бабушке не пошел. Бабушка сказала, что его не появлялся. Он ближе к дуум ночи. Мы все разошлись по домам уже. И все. Больше его не видели. Сейчас в Рожке работает следственная группа. Подключились к розыску и волонтеры поисково-спасательных отрядов. Хотя, по их словам, больше всего шансов найти пропавшего в первые три дня. А дальше время играет против поисковиков, как и нынешняя погода. Игорь был слишком легко одет, учитывая рождественские морозы. И хотя безвестность мучительная, родители все-таки не теряют надежды. Взрослый мальчик, я его даже не знаю. Ой, дорогие граждане, жители, помогите, пожалуйста. Кто знает, где он находится, я не могу. Анастасия Захаров, Генелионов, Вести, Рязань. В будущем году Рязанская область рассчитывает получить госсредства на ликвидацию экологического ущерба о деятельности Скопинского гидрометаллургического завода, известный как Скопинский металлург. Больше 20 лет земля, на которой располагалось предприятие, и хранились отходы тяжелых металлов, была фактически бесхозной. Между тем, в непосредственной близости от предприятия живут люди. Природоохранная прокуратура совместно с Росприроднадзором регулярно проводит проверки и явных экологических проблем на территории металлурга не регистрирует. Однако совсем недавно удалось зафиксировать, что экосистема на территории поселка металлург все же дала сбой. Но причина не в 20-летних захоронениях завода, а в современном предприятии. Выявлен факт сброса сточных вод коммунальной организации в реку, в связи с чем в настоящий момент решается вопрос о привлечении к ответственности. Рязанские школьники должны до 1 февраля определиться с выбором предметов ЕГЭ, которые им предстоит сдавать через 4 месяца. Большинство выпускников уже давно приняли решение. И теперь им нужно просто подать заявление на участие в ЕГЭ. На кого хотят учиться, будущие абитуриенты, узнала Юлия Ларина. Этот выбор выпускники сделали задолго до официальной даты. Готовятся к итоговым школьным экзаменам, начинают еще в 10 классе. И определяться с предметом, так же, как и с будущей профессией, надо заранее. Педагоги отмечают мало тех, кто в последний момент меняет решение. До 1 февраля они должны подать заявление об участии в едином государственном экзамене. При этом выпускники текущего года данные заявления подают в то учреждение, где они обучаются, то есть в свою школу. Подготовка к ЕГЭ идет полным ходом. Половина учебного года уже за спиной. Сейчас от выпускников требуется максимум внимательности, собранности и усидчивости. Обучение продолжается, а помимо нового материала необходимо постоянно обращаться к пройденному. Кстати, именно этот способ самый лучший для запоминания. Мы не до конца еще все знаем. Мы допройдем программу, будем повторять. И плюс, ну, нужно время, чтобы вообще все в целом повторить. Так-то примерно, я могу сказать с уверенностью, что знаю я. Примерный план того, что должно быть в голове. Но все это знать детально, пока что странновато так говорить. Какие предметы будет сдавать, Кирилл знал еще в восьмом классе. Химия и биология – набор для поступающих в медицинские вузы. Свое профессиональное будущее молодой человек видит в стоматологии. Но к знаниям всегда нужна удача. С этим согласны и педагоги. Также ученику, который читает, старается, ну, думает, хоть бы мне не попалось это на экзамене. Так что, ну, здесь только если уже на везение, чтобы попалось то, что хочется, то, что знаешь, то, что любишь. В этом море знаний старшеклассников не бросят. Факультативы, индивидуальные консультации беспрестанно. Учителя школы постоянно на связи. Теперь главное ученикам преодолеть этот рубеж и прийти на экзамен со светлой головой и везением. Юлия Ларина, Станислав Вербицкий, Вести, Рязань. Сегодня пятница, 13-е. Для многих людей в мире такое сочетание дня недели и числа мистическое. Считается, что в этот день на любом шагу могут подстерегать неприятности. Если случаются какие-то неудачи, то винят в них именно эту цифровую комбинацию. Кстати, в медицине это рассматривается как одна из фобий. Исследователи же считают примету пятницы 13-го относительно недавним явлением, возникшим на рубеже 19-20 веков из слияния двух действительно древних суеверий о неблагоприятности пятницы и числа 13. Однако у россиян эта пятница вызывает по большей части положительные эмоции, ведь сегодня канун Старого Нового Года. Великим учителем, который ему близок, считает врубеля, кошки и дети его не вдохновляют, рассказывает молодой художник Федор Савельев. Среди его работ много портретов, пейзажей, сюжетных работ различной тематики. Часть из них представлена на выставке, которая открылась в областном центре. Татьяна Чикина оценила произведение искусства. Бытовое объяснение – коммунальная авария на проходящей неподалеку теплотрассе. Но посетители этой выставки – другое ощущение. Словно работы, что развешаны по стенам, создают особый микроклимат в зале Музея истории молодежного движения. Леденящий синий, пронзительная бирюза, серый – почти стальной, как замерзшее море. Практически все картины, которые художник Федор Савельев отобрал для экспозиции, написаны в минувшем году. И високосный 2016-й будто повлиял на настроение. Но автор уверяет – темные краски не означают, что все так уж мрачно. Просто солнце надо уметь видеть. Скрыть за мазками смысл, свои мысли и эмоции – вот что самое сложное в живописи. А потому это не только поиск вдохновения, но и каждодневный труд. Это просто как шахтер. Ты каждый день туда уходишь, ты и с киркой, и рубишь, и рубишь, и рубишь эту породу, и достаешь оттуда что-то. Манеру Федора критики часто сравнивают с Рубелевской. Он и не отрицает – под влиянием знаменитого символиста написано немало картин. «Тамара», например. Прочтение Савельева «Тамары и демона» только в цвете. Последние работы иные. Это словно киноафиши прошлого, гипертрофированные, с крупными надписями. Манера меняется, и это естественный процесс, уверен автор. Зато неизменен интерес его к людям. На картинах лица – молодые, постарше, реальные и родившиеся фантазии художника. Вот модель и работа, медитация. Федор Савельев случайно увидел фотографию этой девушки, нашел ее и написал. Ты сидишь один на один, ты пишешь человека. Ты знаешь о человеке гораздо больше, чем он сам о себе. Ты смотришь на него со стороны и изнутри одновременно. Это очень интересно. Выставка «Невидимое солнце» – часть проекта «Большие надежды». Музей истории молодежного движения предоставляет площадку молодым художникам, чтобы их творчество смогли оценить как можно больше рязанцев. И дает надежду авторам на профессиональную оценку и признание. Татьяна Чикина, Валерий Чикин. Вести. Рязань. И пока все. Теперь увидимся в 14.40. По данным гидрами Центра России, сегодня 13 января ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер южный – 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба будет расти. Температура воздуха по области – минус 3,5, в Рязани – 2,4 градуса мороза. Самые оперативные новости. Аналитика и комментарии от первого лица. Включение корреспондентов с мест событий. Важнейшие рязанские новости ток-шоу. Прямые эфиры с ноября и на радиостанции «Маяк». Частота 99,1 МГц. Телефоны коммерческой службы 2577-72 и 2588-57. Теперь и на «Маяке». Частота 99,1 МГц. Частота 99,1 МГц.